здравствуйте приветствую вас на youtube канале процветок с вами работает ученый-агроном ломонос петр о чем пойдет сегодня речь мы сегодня как бы започни как бы шпаргалочку вам чем заниматься в августе месяце ну что август последний летний месяц чем он характерен что это месяц самый сухой раз самый сухой месяц значит в нем меньше всего выпадает осадков в течение всего года это самый самый сухой месяц поэтому не забываем об этом но речь пойдет по парадочку идем по парадочку о чем что август чем характерен дни становится короче ночи становятся длиннее но ночи становится длиннее и ночи станет температура опускаться вниз на сам скат температура на что эти блюда не то положительные где-то градусов 10-15 градусов ночные но для теплолюбивых культур уже становится как бы холодно и вот на но на многих наших в теплолюбивых культурах как бы начинает жухнуть ботва а жухнет ботва это появляются болезни поэтому все свои теплолюбивые культуры что необходимо сделать в августе месяце необходимо профилактически обработать чем сам по сам простой обработать те же огурцы и помидоры перцы баклажаны арбузы дыни что делать чтобы не появились болезни на этих растениях мы будем использовать пищевую соду две столовые ложки на 10 литров воды таким раствором мы обязательно в начале августа проливаем все наши теплолюбивые культуры это значит предохранять нашу корневую систему от корневых гнилей и растения становятся более устойчивыми и благоприятным условиям которые будут складываться в августе следующее вот не забывая месяц сухой значит все культуры которые будут длительного срока плодоношения как те вот перцы баклажаны огурцы нуждаются в поливах поливать надо обязательно вот но поливы будем делать теплую культур мы делаем можем вечернее время можем в утреннее в вечернее время поливаем только теплой водой только теплое вечернее время на ночь глядя поливаем ни в коем случае не холодной вот утром можно делать поливы и холодной водой прямо со скважины поливать теплолюбивые культуры знайте этот момент не делайте ошибок потому что есть именно с вечера польем растения холодной холодной водой, мы остудим почву, остудим растения, а это про мой путь к тому, что наши растения будут заболевать. Мы не забываем, наши огурцы, помидоры, перцы растут, наливаются. Мы, кроме поливов, должны давать им подкормки. Органические, настой сорняков, или настой пирогное просто разбавлять, то ли минеральное, это выбор за вами. Давайте такие подкормки. Не забывайте о подкормках этих культур. Эти культуры, что наращивают урожайность. Дальше, смотрим на своих градках. О чем мы смотрим? Смотрим на корнеплоды. Если у нас свекла или морковка растут густо, значит, мы будем прореживать корнеплоды. Корнеплоды от корнеплода делают на расстоянии 5 сантиметров. Это спичный коробок. Должен находиться. Только в таком случае корнеплоды наши будут крупнее, и урожайность наша будет выше. Смотрите, чтобы корнеплоды не теснили друг друга. Потому что, если корнеплоды тесняют друг друга, они сами деформируются. Корнеплоды деформируются, и потом чистить их тоже плохо. Это однобокие корнеплоды получаются. Себе создаете проблемы. Вместо красивых корнеплодов у вас получаются какие-то уродцы. Не забываем об этом. Подкормки всех растений тоже делаем. Подкормки делаем. В теперешних условиях этого года в Беларуси сухая погода. Поэтому будем подкормки делать все в вечернее время. Что еще очень важно, о чем наши огородники забывают. Надо вовремя убирать урожай с растений. Это касается особенно огурцов и помидоров. Что это даст? Если мы убираем вовремя огурцы, то появляются семенники. Пожелтевшие плоды. А пожелтевшие плоды что дают? Что растение перестает давать новой завязи. Оно не дает завязи, оно как бы уже все силы тратит на эти семенники. Поэтому мы теряем урожай. Все не оставляем семенников. Если вы не ставите целью, конечно, собрать свои семена, но для этого достаточно один-два плода. Больше вам для вашего участка, думаю, там не надо целого килограмма семян. Остальное все срываем, срываем, срываем. Все уродливые плоды срываем в самом начале появления. Они заберут питание, а хорошего плода не дадут. Срываем. По помидорах что даст? То, что мы сорвем помидоры, которые стали краснеть, помидоры, которые бурые, мы этим обеспечим питанием оставшиеся на кусте плоды. То, что осталось на кусте, будет подрастать и наливаться, давать больше урожай. С кустами получим. А если мы будем дозаривать на кустах, вот значит мы потеряем урожайности, потому что то, что будет дозревать, оно будет задерживать рост оставшихся плодов. Вот. Это раз. Потом, смотрите, что необходимо и что сделать? Необходимо в открытом грунте, все, где-то до 15 августа, необходимо во всех перцев, баклажан, арбузов, дынь, в общем, всех южных культур, которые растут, пришлипнуть верхушки побегов. С какой целью это делается? Это делается с той целью, чтобы питание пошло к тем плодам, которые уже завязались, которые завязались, которые надо обеспечить питанием, чтобы растение не расходовало напрасной силы, а давало, завязавшиеся плоды, все питание шло к ним. Эту работу обязательно сделайте. В Чепклицах такая работа будет делаться в конце августа. Опять же, тоже все верхушки помидор, перцев и баклажан, которые у нас посажены весной, все обязательно срезаются. В этом случае у нас будут формироваться красивые, не деформированные, сформированные плоды. Помните об этом. Потом дальше, что мы смотрим. Освобождаются у нас посевные площади. Освобождаются посевные площади. Они не должны пустовать. Земля не должна пустовать, потому что она просто пересыхает. Мы будем высевать сидераты. Как сделать сидераты? Какие сидераты? Об этом посмотрите наш ролик. У нас недавно входил такой ролик именно по сидератам. Посмотрите, и вам станет понятно, где вы делали ошибки, где еще можно что-то доработать. Значит, освобождаются сидераты. Ну, если у вас участок маленький, вам не позволяют площади заниматься сидератами, значит, вы можете занять градки зелеными культурами. Выбор зеленых культур очень широк. Ну, во-первых, уже укроп, последний срок сева, это первое число августа. Позже укроп съесть бесполезно, хотя он холодостойкий, потому что становится зелень коричневая, и она уже как бы не вырастает. В теплицах же эту работу можно делать до 15 августа. В теплицах укроп высевать на зелень. Ну, в открытом грунте вы можете посеять салат, крес-салат, вот, руколу, вот, посеять огуречную траву, манго, шпинат посеять. Потому что выбор культур очень высокий. Чем больше кервель тоже посеять, вы высеваете все, расширяете ассортимент этих зеленых культур, потом вы с удовольствием будете в сентябре использовать в пищу очень разнообразные, разнообразные травы, которые, ну, благоприятно действуют на наш организм. Вот, высеваем. И что, что необходимо помнить, посеяли все зеленые, редиску, что можно сеять спокойно, она тоже у вас вырастет, любая, и длинная, и круглая, любая резисочка, что вырастет вас. Продолжаем дальше ухаживать за нашими культурами в августе, ну, я уже сказал об этом подкормках, но смотрите, вторая половина августа, кабы ночи становятся холодными. Раз становятся холодными ночи, что это, к чему это приводит? Что растения начинают заболевать. Поэтому, если у вас там вот баклажаны, перцы, вы выращивали под каркасиками, значит, накрывайте хотя бы их спонбондом. Спонбонд потерял дышащий, вот, и он будет предохранять, как бы, согревать растения в холодные ночи. Помните об этом. И вот еще такой вопрос, как бы я вот не осветил вам, не сказал, чем вы займетесь в августе. Это то, что нормируем количество плодов на арбузах и тыквах, и тыквах, это самое. Их завязаться может, там и 10 штук, например, но оставляем, как бы растения в состоянии прокормить, в наших условиях, белорусских условиях, два, максимум три плода. Поэтому, все остальные завязи, мы в самом начале, две, три завязи оставили, самых больших, крупных, все остальные завязи мы срезаем. Обязательно срезаем, когда питание пойдет в эти завязи, они хорошо дозреют. Климат не позволит нам, вот если там 10 растений, просто растений, ну как бы по времени не хватит, чтобы выросли полноценные плоды. Так что, безжалостно удаляются лишние завязи на этих растениях. Вот такие работы по удалению завязи делаются, ну, климат, где схожь нас с Белоруссией. То есть, средняя полоса, как бы, средняя полоса, вся, это и Россия касается, все в средней полосе делают такие работы. В более южных регионах, такая работа, как бы, отпадает сама собой, потому что там, еще в сентябре, климат соответствует нашему августу, поэтому там успевают все культуры вырасти на корню. Сколько завязалось, сколько вырастает. Вот, вот, такой нюанс. Такие работы сделайте в августе, запомнили, я думаю, работы вы запомнили, какие надо сделать, и тогда вы будете обеспечены хорошим урожаем, и вам не придется делать защиту растений от болезней. Ну, если вам захочет защиту растений, профилактические защиты растений от болезней, самые простые, для всех культур универсальны, что это молочные продукты. Вот, 2 литра кефира, 2 литра молока, 2 литра сыроводки, плюс 8 литров воды, вот, и 10-15 капель йода. Такую подкормку по листве, дать любым культурам, очень-очень полезно. Это профилактика от болезней. Делается такая вот обработка всех культур, которые подвержены болезням, болезням, то есть теплолюбивых, один раз в 7-10 дней. Всего вам хорошего, получайте от работы удовольствие, смотрите наш YouTube канал, подписывайтесь, до новых встреч, до свидания. До свидания.